Часик в радость, чифер сладость, дорогие хиканы, сегодня на Аск поступил, что бывает редко, очень годный вопрос, сейчас зачитаю, будет действительно интересно, очень тонкий момент, послушайте до конца, я не буду растягивать на 40 минут видео, постараюсь, по крайней мере. Итак, часик в радость, хикан, недавно был на собеседовании, как минимум в пяти конторах, и во всех негласно был послан нахуй, мне 21 год, недавно закончил шарагу, высшее образование, инженер, выгляжу нормально, не бородат, не волосат, пострижен, в общем, мечта твоей бабули, но заметил, что на меня насмешливо смотрят, не урод, тяны говорят, что 7 из 10, что со мной не так, веду себя адекватно, почему меня никуда не берут, ой, у меня есть такая охуительная история для вас, дорогие мои хиканы, как-то все мои истории интересные начинаются со слов, мы же выпивали, я же выпивал раньше, да, я уже 7 лет на крестах, я обязательно отдельное видео запишу об этом, 7 лет на крестах, возможно ли это, миф или реальность, вот, как-то выпивали, выпивали с одной чипигой, выпивали, да, чипиги на тот момент было, ну, чтобы не соврать, уже по тридцатку, выглядела она так, откровенно хуевенькая, под водочку, под водочку, знаете, шансончик под водочку, вот эта чипига была под водочку, под грамм 350, где-то 400, без закуски желательно, если закуской, то бутылочку водочки, да, и она работала HR, то есть она принимала людей на работу, в международной охуительной компании известность, очень серьезная, как вот он написал, контора, и, и, она подвыпила и рассказала следующую историю, говорит, вот, приходит на днях, на днях одна бабища, одна бабища, у нее вроде опыт, она смотрит резюме, я, говорит, смотрю, опыт работы, все у нее хорошо, положительные рекомендации, ебать копать их, моль поела и все такое, но я, что-то так, говорит, настроение у меня хуевое было, и я посмотрю резюме, а на нее как-то, ну, не обратила внимания, и потом что-то посмотрю, посмотрю, на нее смотрю, и понимаю, что она, эта чипига, похожа на какую-то ее там одноклассницу, блять, корделию какой-нибудь, назовем ее так, что, бля, я смотрю на нее, говорит, да еб твою мать, это же та самая корделия, а что не так в этой корделии, спросите, она похожа, не это она перед ней сидит, а похожа, похожа, заметьте, это важно для последующего пересказа, так вот, она похожа, я смотрю, да она же копия, вылета эта корделия, моя одноклассница, а что с ней не так было с этой одноклассницей, с этой одноклассницей было следующее, напоминаю еще раз, что эта чипига, она была, как говорится, фейсом аптейбл, подводочку, а корделия была в свои годы уже не по годам красавица, была, мазафака бич, вот, там нормально, графонный мальцо, мизозойская эра, нет, этого не было, там все было отлично, да, и, естественно, за ней в школьном возрасте бегали мужички толпами, например, причем и постарше, и помладше, в общем, усирались, усыкались, как та самая тянка на Байкале у буржуя нахую усиралась, вот, и, 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 естественно, а еще же самое главное, мужички, это похуй совершенно, вы должны прочувствовать, хиканы, прочувствуйте, вот, та самая корделия, внимание, наберите воздуха в грудь, задние ряды никогда не догадаются, эта корделия, чуть ли не каждый день или каждую неделю, я уж не помню, это давно был этот рассказ, но я его запомнил, она очень часто меняла блузки, но, но, американцы, но тупые, никогда такого не дадут, она меняла блузки, и что, спросите вы, и что? Поскольку наша вот эта жирная чипига, она была, ну, не то чтобы нищебродом, но она с мамкой жила, в общем, стандартная история, а та корделия, у нее все было в порядке, она и на рожу красиво, и мужички, и блузки у нее чуть ли не каждый день новые, и мама, она же, она же завидует, баба, они завистливые, нет, есть и мужички завистливые, но у баб это как-то более распространение, я это уже говорил, мужичков, ну, как-то это редуцировано, в рудиментарном виде эта зависть находится, мужички как-то проще к этому относятся, но бывают, конечно, исключения, а во все намного сложнее, не, блядь, ненавижу тебя, ненавижу, двушку в табло бы тебе, уложила бы, как мухомор ногой, как это так, кому-то все, а кто-то будет хуй сосать, даже и хуй сосать не будет, вот она будет, эта корделия, у мужичков, у топовых, Альфачей, у Ерохина, а мне даже Сычев, я буду изучать, блядь, геометрию до 42 лет, и все, и хуй я не увижу никогда в жизни, а эта Чипига видит хуев, как Воробьев, например, вот, Воробьев, Михаил Круг же Воробьев был, правильно? Интересно, видел он столько хуев, ну, ладно, продолжаем, продолжаем, на чем я остановился, да, и я, говорит, смотрю на эту квазикорделию, похожую на корделию, и я понимаю, что, конечно же, это неправильно, это непрофессионально, что я смотрю у нее в резюме, у нее все хорошо, еще раз повторю эти рекомендации, опыт работы, но, вот, есть этот, внимание, психорадикал, нотабене, нотабене, обратите внимание, психорадикал, который, блядь, корделия в школе, и за нее, не знаю, не за нее, в общем, мне эти Ерохины не могли все никак влупить, опять же, до 50 лет, вот я уже и старенькая подводочка, да, но я сейчас HR, но тогда, тогда-то мне этого хотелось, сука, корделия, Ваську убили, суки, не прощу, ну, и, и так далее, кстати, я помню, да, когда мелким был, смотрел этот фильм про войну, там, где Галкин снимался, не Максим, а, как он назывался, в августе 44-го, по-моему, он так, про войну, помню, на 9 мая постоянно крутили, вот, ну, да, Ваську убили, не прощу, и она не может как-то в себе это перебороть, и она говорит, да, 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 о, у вас все хорошо, корделия, псевдокорделия, да, мы, мы вам перезвоним, все, все, пока, пошла нахуй отсюда, и, естественно, она, она кается, она говорит, да, это неправильно, но я ей не перезвоню, потому что она будет мне напоминать о той самой корделии, которая мне, сучка, сучка богатенькая, сучка красивая, ненавижу тебя, будьте вы прокляты, подлость, гадость, ненавижу вас, и так далее, однозначно, да. Пиздец какой-то, представляете, человек, человек, блядь, работает, ну, я не знаю, работает, работал, уже нихуя она, конечно, не работает, все нахуй позакрывалось, в международной, всемирно признанной, в известной компании, и, представляете, там такая хуйня творится, что, видите ли, ну, это, знаете, как вот, уфэмок такое бывает, тебе 14 лет, на тебя мальчишка не посмотрел, это все, ну, хуи, мрази, ну, перевешать, передушить вас всех на площади, блядь, всех, или петушок какой-нибудь, кого-нибудь в жопу клюнул, ну, а потом ты петушков встречаешь, и всех перевешал, передушил, и по тузику отготил, например, ну, вот, вот, точно такой же релевантный пример, ну, ребята, ну, в чем я не прав, блядь, ну, ну, это проблема у людей с головой, ну, вот, охуенно, охуенно, охуенная история, я ее, помню, да, мы выпивали, я тоже возмущался, она говорит, ну, 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 и че, и че, и какая разница, то есть, что человек, может быть, действительно, какой-то квалифицированный работник, который хочет махать кайлом у тебя в фирме, ну, это не в ее фирме, она просто была HR-ом, он не попадет, а придет какая-нибудь пизда, какая-нибудь по знакомству, и, отвечу на твой вопрос, дружане, ну, смотри, ты написал 21 год, как ты написал, ни бородат, ни волосат, пострижен, мечта моей бабули, дружище, ты что, ты что, забыл, где ты живешь, ну, может быть, они смотрят не потому, что ты там какой-то уебок, уебень, а потому что, ну, связи нет, или, ну, знакомых нет, или, блять, я, как тебе объяснить, там, на работу устраивался и по знакомству, ну, в основном, да, я просто помню, приходил, мне мужичок в лицо сказал, по крайней мере, честно, я уважаю таких людей, он говорит, чувак, ну, понимаешь, мы не берем с улицы, да, мы, конечно, я тебе скажу для проформы, что мы вам перезвоним и все такое, но мы не берем, мы берем только по рекомендациям, вот, если ты, конечно же, какой-нибудь, вот ты написал инженер, то ты уже не пропадешь, ты не гуманитарий, ты найдешь себе работу какую-нибудь обязательно, может быть, не высокооплачу, ну, где-нибудь на заводе Кайлом ты точно, я думаю, найдешь, потому что кадров не хватает, тем более инженеров, если ты не долбоеб, то все будет нормально, но тут обсуждать даже нечего, все будет ништяк, и ты, дорогой мой хороший, все хиканы должны понимать, я вот замечаю, что особенно какие-то вот школьники, не школьники, они немного подбздехивают, они такие безделоватые коньки, они думают, что если человеку там за 20, к примеру, как-то это, они перерождаются, превращаются во взрослых, то есть бывает, знаете, вот зародыши, потом, блять, ребенок, потом больше-больше-больше, и человек вырастает, и ты видишь, да, или у бабы там сиськи вырастают, все, видишь, она уже взрослая женщина, например, с телом да, с телом да, но внутри нихуя подобного, ребята, нихуя, нет, 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 еще раз, сотый раз вам говорю, что внутри нас живут в лучшем случае 13-14-летние мальчики и девочки, которые завидуют, которые обижаются, вот она сидит, подняла глаза свои на эту красивую, симпатичную, симпатичная такая стройная девчонка из Бакууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Чем я вообще... А, ну да, она не может пережить, блядь, ну как же так? Тем более, что перед ней сидит не та одноклассница, а просто похожий человек, похожий! Вы должны это понимать, что большинство людей долбоебы. Да, большинство людей, неважно, какие должности они занимают, ну, смотрите сами, вы, допустим, заходите в плейлист аудиозаписи, да, не там, где у вас МСПОХ, Хика Номба Ван, группа Афинаш, топовая музыка для интеллектуалов, естественно, а вы заходите туда в быдлячий топ и смотрите там какая-то-нибудь Ольга Бузова или Каспийский груз слушает сейчас или нет. В общем, какая-нибудь хуйня вот эта. И кто-то же это слушает, да? Кто-то же слушает Ольгу Бузову? Ольга Бузова, блядь, я же помню, у меня баба одна, она смотрела «Дом-2» в 2004 году, 2004 год, блядь, уже сколько прошло, 13, 13, блядь, лет! Ольга Бузова, и она уже, я не знаю, у нее пенсия уже, наверное, скоро у этой Бузовой. Пиздец какой-то, Ольга Бузова. Не знаю, в моих, блядь, песнях, и то в них хотя бы смысловая нагрузка есть какая-нибудь, ну ладно, похуй. Что мне вообще-то рассказывало? Вот идет это соскальзывание, соскальзывание, заметили? Соскальзывание. Вот, если я замечаю, значит, это уже хорошо. Так вот, вы заходите в эти топы, все, я вспомнил, и кто-то же их слушает, правильно? Кто-то их слушает, кто-то слушает же радиошансон, радиогандон, как я его, когда в пубертатном периоде так называл, и кто эти люди? Кто? Ну, быдло, да, но что, быдло не может работать где-нибудь HR-ом или каким-нибудь там мелким чиновником, да? И вы приходите устраиваться на работу, и люди, мне страшно, блядь, что же, сейчас они меня порежут, сейчас они меня съедят. Или, когда вы задаете экзамен вашему преподавателю, да? У меня был знакомый преподаватель, блядь, это, наверное, будет нехорошо, ну ладно, похуй. В общем, скажу, что у моего друга был знакомый, которого два студента гатили по тузику, но об этом, конечно же, никто не узнал. Ну, иногда одновременно, иногда и так, например. Вот, ну, это, конечно, это выдуманная история, такого не было, хотя, блядь, это не, ну ладно, ладно. Блядь, охуенная история была. Нет, они уже совершенно, это было в высшем учебном заведении, так что тут не дай бац, все нормально. Вот, вы должны понимать, что и преподаватели, и HR-ы, и все, они приходят домой, они служат, слушают, слушают Ольгу Бузову, они заходят в одноклассники, ставят классы, там, где перчики у годовасиков тугосель, они ставят пять с плюсом, а потом они звонят Вольнову, ну, эй, я тебя вибу, блядь, ты счету моя, дерушке, блядь, единицу поставил, какие часы, какая, Пушкина, Колотушкин, я твой жизненный путь и молюю, вот. И, ну, кто-то же это делает, да, не все же быдло кругом, кто-то и должности занимает, кто-то и преподаватель, или, опять же, чтобы не быть диколословным, помните мои моднейшие трэш-могильные истории с ментами, например, и там, где я пытаюсь доказать, что вот менты раньше-раньше были плохими, были извращенцами, которые получали удовольствие от истязания бренной плоти других людей, вот, а все такие, не-не-не-не-не, ты чё, хика, ну, тебе кажется, это где-то опять чарку ёбнули или укололись хорошо, ну, вот, нет-нет, на самом деле, помните ту историю, когда два чары дико раскрыли совсем недавно, разоблачили того чиновника, блядь, ну, мне просто сейчас, вы не будете же ждать, не буду искать, вот, который кушал говно, обмазывался говном, блядь, как мои песни, вот, можете поискать, я не помню, по-моему, с образованием этот мужичок был связан, чиновник, можете поискать, два чиновника говном, можете как-нибудь вот так забить, в общем, он, и это всплыла эта история, и всё, и его уволили, ну, благодаря, благодаря дуачу, вот, ну, что, я не прав, я вас обманываю, что ли, если вы со мной не согласны, вы напишите, например, в комментариях, вот, и, ну, смотрите, и к этому человеку, который жрал, обмазался говном, к нему же кто-то тоже приходил, люди какие-то, может, они тоже тряслись, нервничали, думали, что он какой-то там полубог, они же тоже наверняка так думали, ну, если он работает там где-то, значит, значит, так надо, значит, он заслужил, значит, он где-то наверху, там, где-то, высоко, или то же самое преподавателя, нет, он не лайкает перчики в одноклассниках, он не слушает всякое говно, он, конечно же, не ест говно, ну, а что тут вспоминать, что-то, как будто я какую-то тайну раскрыл, помните, когда-то был такой император Комод, например, такое мебельное имя, например, и он тоже, он и говно полюблял покушать, любил, любил покушать, и мальчиков любил, ну, в общем, всяко-разно развлекался, как мог, например, хуйлуша такая была, отвратительный император, вот, ну, ну, ладно, хуй с ним, он уже умер, вот, вот, помните, как месяц, или Рим переименовал, кстати, почему у нас, блять, Август сейчас идет, почему он до сих пор называется Август, вот, к примеру, в украинском языке, как он, сич, ой, какой сич, е-мое, серпень, 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 в этом, в белорусском, он называется, по-моему, извините, заранее за транскрипцию, он, по-моему, жнивень, или жнивень, по-моему, он так называет, ну, тут все ясно, то есть серпень, это слово серп, жнивень, ну, вы понимаете, короче, в финском тоже языке, он связан там с полевыми работами, что он у нас, я не знаю, что он, Август, Август, ну, хуй его знает, ладно, напишите в комментариях, надо будет в интернете загуглить, вот, надо возвращать духовность, исконность, какой Август, нахуй он нам нужен, вот, хорошо, я уверен, что он как-то по-другому назывался, о чем, о чем я хочу сказать, еще раз, ребята, вы, и все мы, должны понимать, что люди, априори, большинство людей, кроме нас с вами, долбоебы, долбоебы, и когда вы устраиваетесь на работу, ну, вы, должны так, знаете, снисходительно, снисходительно к этому относиться, да, и не в кое, понимаете, это добавляет вам уверенность, вы приходите, часик в радость, четыре сладость, здравствуйте, да, вот, 15 лет, от звонка до звонка, я махал кайлом на каком-нибудь там резиново-дилдово-членном, резиново-бабьем заводе каком-нибудь, да, делал резиновых женщин, 15 лет, все, возьмите меня однейшим каким-нибудь топ-менеджером в нефтяную отрасль, например, зарплата 300 кавна на секунду, проституток дайте и Lexus, например, вот, и все это, ну, когда человек, когда человек чувствует уверенность, вам, ну, как-то легче, легче коммуницировать, и когда ты понимаешь, что перед тобой долбоеб, лайкающий, эти самые перчики, и слушаешь Ольгу Бузову, тогда как-то проще этот мир воспринимается, и нет никакого мандража, и ты понимаешь, что все мы люди, и что если, допустим, чем вы отличаетесь, если какой-нибудь, не приведи Господь наш сварок, гопник, воткнет вам пику в печень, или в сонную артерию, то вы одинаково закончите эти дни, да, и никто не спасется, и ни они, ни вы не можете прибавить себе ни на вершок роста, ничего вы не сможете сделать, мы, вот тут мы действительно равны и одинаковы, например, нашему божестве, вот, надеюсь, в принципе, я ответил, ответил на ваши вопросы, и еще, еще, я хочу, я хочу вам задать такой вопрос, я такие истории дико котирую, я их коллекционирую, если у вас были похожие истории, не обязательно с работой связаны, что, вот я не взяла на работу, потому что там баба, извините, мне там кого-то напоминает, все, я триггернулась от этого, да, не обязательно, может быть, такой еще пример, к примеру, например, к примеру, похуй, это не лечится уже, приходит какая-нибудь там баба, или мужик, неважно, куда-нибудь, в салон сотовой света, связи, или в какой-нибудь магазин, к нему подходит продаван, и, а что, что вам помочь, вам предложить, и тот, не, не надо, не надо, и потом, какой-нибудь там омеган, или какая-нибудь баба, она, чтобы продаван не подумал, что она нищебродка, или он нищеброд, она покупает какой-нибудь гаджет дорогой, он ей нахуй не нужен, но она хочет произвести впечатление, что, дескать, у меня есть, у меня есть деньги, она есть, у нее есть деньги, да, и она покупает, он ей нахуй не надо, вот, ой, блядь, бывают такие люди, я знаю таких людей, я знаю, да, вот, или там тряпку какую-нибудь, обувь какую-нибудь, ну, только чтобы о них плохо не подумали, что они там нищеброды, или какие-нибудь дефективные, например, вот, если у вас есть такие истории, неважно, о вас, о ваших знакомых, напишите в комментариях, на самом деле, очень познавательно, интересно, она отображает, вот, то, что у человека здесь, в кукундре, и это самое главное, и чем больше мы будем знать таких историй, тем нам будет легче, тем мы будем знать, что не только мы, бзделоватые коньки, а что вокруг люди тоже боятся, люди тоже ссут подойти, заговорить, ну, не все, конечно, но многие, и что большинство людей, ебаная быдла, одноклассники, ставьте классы, и все такое, ставь классы, если ты считаешь, там, какой-нибудь котика классы, неаа, нет, котики, естественно, классные, но вы понимаете, о чем я говорю, надеюсь, надеюсь, все, все предельно ясно, дорогие друзья, настоятельно рекомендую, блядь, на 22 минуты, ну, хоть не на 40 минут, рекомендую вам поставить класс, подписаться на канал, Хикану Намбаван, можете рассказать друзьям, наверное, предкам не надо бы мне рассказывать, вот, ну, не суть, можете им рассказать, а не, лучше не надо, нажимайте на колокольчик, делитесь этим видео, все, можете задонатить, Хикану можете не донать, вот, заказывайте рекламу, сигны, все, сейчас пока, пишите ваши вопросы, пишите ваши cool story в комментариях, все, до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok